Послабление в режиме повышенной готовности дали возможность возобновить личные приемы руководителей всех рангов и встречи во дворах. Закипела жизнь и в общественной приемной движении Донецкая Республика. Сегодня на вопросы харцезян отвечала глава городадминистрации Виктория Жукова. На прием к Виктории Жуковой записалось порядка 10 человек, все со своими личными или коммунальными проблемами. Спорный вопрос, возникший после общения с абонентским отделом энергосбыта, вынудил Нину Ивановну обратиться к главе городадминистрации. Харцезянка не согласна с показаниями счетчика, который намотал киловатты в то время, когда в квартире никто не жил. Разъяснить ситуацию и разобраться в проблеме предметно на прием пригласили представителя городского РЭСа. Виктория Жукова посоветовала дождаться перерасчета и, если женщину не устроит сумма, обратиться за помощью в суд. Зинаида Степановна беспокоится за протекающую крышу соседнего балкона, потому как вся вода оттуда в итоге попадает на потолок и стены ее квартиры. Будет он ремонтироваться когда-то или нет? А меня заливает. Вот снег был, потаил. Работы в доме, где проживает Зинаида Степановна, запланированы на первый квартал этого года, сообщила Виктория Жукова. Зачастую хамское отношение некоторых сотрудников предприятий становится причиной того, что люди отправляются искать правду на подобные приемы граждан. Так случилось и у Людмилы Григорьевны. Женщина не смогла купить билеты на ближайший автобус до Иловайска на автовокзале Харциска, потому как якобы не было свободных мест. Людмила Григорьевна уже купила билет на следующий автобус, но тут выяснилось, что свободные места все-таки были. В сложившейся ситуации будет разбираться уже МинтрансДНР, в адрес которого женщине тут же помогли оформить соответствующее обращение. На возникшие в ходе приема вопросы по поводу оказания материальной и социальной помощи подробно ответила начальник Харцискова УТСЗН Татьяна Кейдун.